Я очень рад. Добрый вечер. Большое спасибо всем, кто присоединился. Для меня это очень важно. Надеюсь, что взаимно, что вам тоже важно. И мы с вами продолжаем изучение книги Ихискееля. Я напоминаю, что с моей точки зрения я посвящаю все уроки памяти и возвышению души своей жены, Любовы от Михаэля, которая около года назад ушла из этой жизни и оставила 12 книг, которые мы сделали с ней вместе. И надеюсь, что это для нее и большая заслуга, и память о ней для многих людей, которые читают эти книги и изучают. Я слышу самые разные отзывы. Книги сделаны таким образом, чтобы они служили учебникам и для начинающих людей, и для тех, кто в курсе дела, и для родителей, у которых дети учатся в религиозных школах и проходят пророков. Это в скобках. Мы с вами в книге Ихискееля, мы с вами прошли начало, прошли видение колесницы, очень трудные глава, разобрали ее, посмотрели видение, касающееся Ярушалаема, разрушение Ярушалаема. Мы посмотрели главы, посмотрели 16 главу, которая говорит о союзе Всевышнего с сыновьями Израиля, представляя сыновей Израиля как девочку маленькую, которую путник Всевышний подобрал в поле. Мы посмотрели с вами все эти главы, и мы, насколько я помню, мы сделали с вами скачок в 36 главе, и мы говорили о ней правильно, я не ошибаюсь, мы в 36 главе. И мы сейчас пойдем по 36 главе, может быть, доберемся до 37. Конец книги, он очень такой внушительный, впечатляющий. 36 глава – это «Цветение земли Израиля», 37 глава – это «Воскрешение народа», как «Воскрешение мертвого тела, мертвого человека», 38 и 39 главы – это они рассказывают до войне Гога из страны Магог, и дальше, начиная с 40 главы, рассказывается о структуре будущего храма, третьего храма, который Ихискель видит в видении, ангел проводит его по всему зданию, так, как будто это здание уже отстроено, и он видит все его детали, и так же, как книга, так же, как в первых главах рассказывается об уходе шхины, удалении шхины от сыновей Израиля, когда они оказываются без знаний, когда разрушается храм, так же в последней главе рассказывается о возвращении шхины, божественном присутствии в храм, тем же путем, по какому она ушла, и рассказывается о тех изменениях в мире, которые происходят, когда возвращается шхина. Итак, мы с вами сейчас поднимем 36 главу и попробуем двигаться по ней. Я прошу Натана, если можно открыть мне возможность поднять текст. Если, Натан, ты меня слышишь? Да, конечно, нет проблем, все сделалось, Лихан. Спасибо большое, все нормально. Поднимаем текст. Поднимаем текст и начинаем двигаться с вами по тексту. Мы с вами, напомню, что 36 глава рассказывает о цветении Земли. Это пророчество, которое Ихискель получает после разрушения храма. Он представляет себе отчетливо, в каком состоянии находится Иуда, полностью разоренная, полностью опустошенная. Повсюду, в долинах гор и на самих горах лежат трупы людей. Он подает в отчаяние. И, как мы знаем, Всевышний человек, который находится в подавленном состоянии, Всевышний не дает ему пророчества. Пророчество может воспринимать только человек, у которого есть, если не радость, то, по крайней мере, позитивное какое-то видение, позитивное видение будущего. Всевышний выводит Ихискеля из этого состояния отчаяния и раскрывает ему пророчества. Он видит землю Израиля, которая цветет. Мы с вами говорили о том, что вся история человечества, ее красная линия – это борьба народов мира со Всевышним. Все религии, все культуры, в конечном итоге в них заложено противостояние Всевышнему, его закону, его морали, которые он распространяет в мире. Если это находится не на сознательном уровне, то это находится на подсознательном уровне. Это началось с Вавилонской башни, когда народы хотели подняться и оттолкнуть присутствие Всевышнего ввысь в небеса, убрать его из земли, так как они это понимали. И дальше, на дальнейших этапах истории, это перенеслось на сыновей Израиля. Народы мира воюют с сыновьями Израиля. Не только сыновьями Израиля, а воюют за то, чтобы они не вернулись на свою землю, так как все ощущают и чувствуют, что народ Израиля, живущий на своей земле, через него раскрывается божественное присутствие, а это тяжело людям. И самое яркое подтверждение в наших книгах – это второй псалом Давида, который говорит, почему волнуются народы. Почему волнуются народы и нации замышляют пустое, собираются цари, совещаются советники против Всевышнего и против его Маширха, против царя, а может быть, против и власти коллективной сыновей Израиля. Это неважно, выстают против той идеи, которую распространяет еврейский народ, объединившись на земле Израиля. Это как бы красная линия всей истории. Здесь в этой главе говорится, что подчеркнется борьба народов за землю Израиля, которая остается опустошенной, и как бы это им не важно. Главное – завладеть этими холмами, холмами, которые опустошены, опустошенной землей, завладеть ей, чтобы не допустить присутствия сыновей Израиля на этой земле. Земля – это как бы всегда оказывается связанной с некоторой идеей, так же, как у христиан, так же, как и у мусульман. Владение этой землей воспринимается как победа идеи того или иного народа, победа религии того или иного народа. Я кратко напоминаю просто то, о чем мы говорили. И мы с вами пробираемся дальше. И вот Всевышний говорит, что он желает прекратить осквернение имени Всевышнего. Изгнание всегда является осквернением имени Всевышнего. И то, что народ Израиля находится среди народов мира, и то, что земля Израиля оказывается опустошенной в руках других народов, и то и другое осквернение имени Всевышнего. Всевышний говорит, что он хочет прекратить, и он из ревности своей заканчивает изгнание. Естественно, что, скажем, когда Всевышний говорит о себе из ревности своей, то это не значит, что у него плавает гнев или что-то подобное. Просто это говорит о том, что у сыновей Израиля нет заслуг достаточных, и Всевышний решает привести в мир новое время, эпоху возвращения, для того, чтобы постепенно народ, который уже изнемог в изгнании, который утратил свои силы, духовные безгнания, чтобы он начал возрождаться на своей земле. Но заслуг нету, и пророк говорит так, как будто Всевышний это делает из ревности, не ревности кому-то, а, как говорят, ревнитель. Вообще Всевышний ревнитель. И вот он приводит новое время, потому что ему надоело это осквернение имени. Опять же, еще раз говорю, расшифровка этого момента, что у сыновей Израиля нет заслуг, и Всевышний постепенно приводит в мир новое время, для того, чтобы сыновья Израиля воспряли и начали возвышаться духовно. И мы с вами говорили, а вы, горы Израиля, ветви свои протяните, и плоды свои принесите народу моему, Израилю, ибо скоро придут они. Мы говорили с вами о том, что есть два описания возвращения. Одно чудесное, когда земля Израиля цветет до того, как народ пришел, потому что он весь поднялся со своих насиженных мест из знаний. И второе, ибо вот я обращаюсь к вам и повернусь к вам, и будете вы возделаны и будете засеяны. Второй момент, когда земля цветет, потому что люди самоотверженные, которые всегда есть в еврейском народе, ощущают новый дух, новое время, и устремляются в землю Израиля, и с риском для жизни, и с невероятными усилиями, начинают возделывать ее, и когда появляется такая платформа, плацдарм, за ними устремляются и другие. Два варианта. Либо все поднялись и пришли, тогда открытое чудо, либо большинство остается в голове, и только единицы устремляются в землю Израиля, и через них происходят чудеса. Когда наступает время возвращения? Это не совсем понятно. Заповедь призывает жить в земле Израиля всегда, в любое время. Нет такого понятия, что Всевышний ограничил каким-то временем пребывание в Галуте. Мы знаем, что Элемиял предсказал 70 лет пребывания в Бавиле, но изгнание закончилось раньше, потому что пророк Даниэль молился, и возникли условия возвращения через 52 года, а не через 70 лет после разрушения храма. Так и, скажем, и в последнем изгнании есть много разговоров о том, что пришло время, не пришло время. Галаха призывает всегда жить в земле Израиля. Другое дело, что есть такие ситуации, такие времена, когда опасность для жизни большая, и, скажем, возделывать землю трудно, и мудрецы не говорят о том, что приказано всем сейчас подняться и прийти, для каждого человека приказано подняться и прийти в землю Израиля в опасную ситуацию. Они не говорят так, потому что, в общем-то, такая самоотверженность, риск для жизни, иногда самопожертвование ради земли Израиля, это в какой-то степени в какой-то степени дело каждого человека. Каждого человека его решение. Никому нельзя сказать, поезжай, когда, скажем, 90% того, что ты погибнешь. Но тот, кто поднимается и приезжает в землю Израиля, как утверждает Кузарь, в конце своей, как и удалили свои книги, в конце своей книги Кузарь, он прав. Его нельзя назвать человеком, который поставил себя в опасную ситуацию. И, как мы знаем, есть запрет ставить себя в опасную ситуацию. Рамбом приравнивает человека, который ставит себя в опасную ситуацию, к самоубийце. А здесь нет. Ради земли Израиля, когда есть заповедь завоевания земли, а завоевание, оно всегда с большим риском, здесь каждый и каждый может принять решение. Теоретически, обязанность лежит на каждом всегда быть в земле Израиля. И с точки зрения Галахии нет никаких, как бы, здесь принципиальных извинений. Знание не закончилось, Машиев к ним пришел. Это все понятия не Галахические. Нужно представлять себе, что есть Галаха. И понятие, что можно оставаться в Галуке и так далее. Понятие не Галахическое. Это не Галахическое. Понятие агадическое, теоретическое, хасидическое, какое хотите, не Галахическое. Нет такой Галахи. И еще раз просто напоминаю о том, что строится посылка в нашей книге строится таким образом, что ты не можешь сказать человеку, тебе заповедано рисковать своей жизнью, сильно рисковать своей жизнью ради земли Израиля. Ради Израиля. Но когда кто-то это делает, то не говорят, что он поступил неправильно. Можно было бы говорить о разных спорах, о разных посылках, которые были среди мудрецов последнего времени относительно жизни в поселении, опасности жизни в поселении и так далее. Но ни один из них не утверждал, ни один из мудрецов, я просто не хочу сейчас называть имена, ни один из мудрецов не утверждал, что жизнь в поселении, в опасных местах, она запрещена с точки зрения Торы, потому что с точки зрения Торы человек подвергает себя опасности. Ни один человек, ни один авторитет такого не сказал. Говорили о том, что желательно, нежелательно, что лучше, что хуже, но ни один не сказал, что запрещено в земле Израиля жить в опасных местах. И как бы эта мысль, эта посылка, она есть в нескольких пророках или в нескольких местах у пророков, в том числе у Ешаяву, в 44-й главе, Ешаяву, в 44-й главе описывает, что голос Всевышнего, он постоянно призывает вернуться из изгнания, призывает проложить дорогу в пустыне, Всевышнему проложить дорогу, вымостить дорогу в степи. Этот голос звучит постоянно, но далеко не все его слышат и далеко не все на него, на этот голос откликаются. Призы вернуться в землю, он звучит постоянно. И еще раз можно представить себе, что проблема не только нашего поколения, а последних поколений в том, что пророки практически не изучаются. Просто я бы сказал, что не изучаются, потому что прочтение текста ничего не дает. Какие-то общие посылки, дрошок, синагоги, вдохновение от ничего мало что дает. Правда, должны изучаться и нужно представлять о себе их мысль. И легко упереться в Гемару в трактат Тубот 111-й лист и говорить о трех клятвах, которые якобы вседышний наложил на сыновей Израиля запрет подниматься стеной, возвращаться из Галута. Опять же, не будем говорить подробно, легко говорить об этом в Гемаре. И скажем, пока ты увидишь там, что пока ты увидишь, скажем, или мудрецы увидят ошибку в такой посылке, раби Мейер из Двинска напишет в общем-то об этой ошибке восприятия такого, этой Гемары. Проходит время пророка, когда ты начинаешь изучать пророка, все ясно и понятно такой мысли, что можно задержаться где-то в изгнании по какому-то поводу, никогда в пророках не будет. И есть люди самоотверженные, есть надежда на чудо, есть люди самоотверженные, которые приходят в землю Израиля первыми, но нету извинений, чтобы задерживаться в Галуте на долгах. И умножу я на вас людей, весь дом Израиля, весь без остатка, из-за сильных города и развалины будут отстроены, и умножу на вас людей и скоты, умножатся и сплодятся, заселю вас так же, как прежде, и сделаю добра больше, чем делал вам в начале. И будете знать, что я Бог, я Бог, в том смысле, что я обещал, я исполнил главное обещание Всевышнего, что он вернет из изгнания. И приведу людей на склоны ваши, народ мой Израиль, и унаследует тебя земля, и будешь наделом, им, и больше не потеряешь их. Здесь можно заметить, что если народы мира говорят, что мы завладеем холмами этими пустыми навечно, то Всевышний обещает сновьям Израиля, что когда они вернутся, земля не только зацветет, она будет отстроена, на ней будут города. и народ сумеет восстановить эту землю, которая, казалось бы, невозможно восстановить ни ее саму, ни города, ни ее плодородия, все, народ сумеет это сделать. И унаследует тебя, то есть завладеют собой, и ты будешь их наследным делом. Так сказал Бог Всесильный мой, поскольку, говорят вам, земля, поедающая людей, ты, и губительницей народа своего была ты, то сделаю так, что не будешь больше поедать людей, и народ свой не будешь губить больше слова Бога Всесильного. То есть мы говорили с вами, что общая позиция мудрецов всех поколений, что после возвращения в землю Израиля не будет нового изгнания. То есть наше время, оно как бы совершенно не предполагает какое-то новое изгнание. И вот здесь Всевышний говорит так, убительниц народа своего была ты, земля, поедающая людей ты. Так говорили о земле Израиля. Что значит земля, поедающая людей? Эритсу хэрит йошвея. Это слова, которые сказали мироглим, разведчики, когда они вернулись после 40-дневного путешествия по земле Израиля по всему народу. Они один из моментов, которые они выдали, так сказать, сказали, это земля, поедающая живущих на ней. Что они имели в виду? Это одно. Это можно разбирать. А что имеется в виду здесь? Мы видели, как бы, скажем, если мы заглянем в нашу историю, то мы увидим, что Всевышний предъявляет требования к народу, который живет на этой земле. Очень высокие требования. И когда народ начинает терять свой моральный, нравственный уровень, и когда он опускается до его поклонства, никогда весь народ не опускался до его поклонства, но какая-то часть людей, скажем, это явление поплонства могло быть распространено в той иной степени в народе, мы понимаем, что приходит наказание одно, другое, и в конечном итоге приходит изгнание. И можно назвать земли, страны в изгнании к землями поедающими сыновей Израиля, потому что в книге «Воигра» как бы помните, говорится, что когда придет на тебя беда, то будешь искать Бога всесильного твоего и найдешь, а потом дальше через стих говорится «Оставшиеся сгниют в землях этих». То есть кто остается в Галуте, кто ищет Всевышнего и пытается вернуться, он спасается, кто остается в Галуте, он сгнивает в землях, иногда не в землях изгнания, иногда не физически, чтобы все были здоровы и благополучны и так далее. Иногда не физически, иногда духовно. Оставшиеся из вас гниют в землях этих, это то, что говорит книга Вейкра, поэтому можно было бы и изгнание сравнить с земной пожирающей, но нет, это как-то осталось за кадром, это не выспечивается, а вот разговор всегда идет о земле Израиля, и здесь мы видим, что предъявляются очень большие требования к народу, живущему на ней, и если он не выдерживает эти требования, то он уходит в изгнание, вплоть до того, что можно сказать, как бы обобщающий словами пророка губитель, губительницей народа своего была ты. Мы можем заметить, как будто в изгнании там не было губительных процессов, но речь идет о земле Израиля, ее возвращении земли Израиля, и поскольку так говорят о земле Израиля, говорит Всевышний, то сделай так, что не будешь больше поедать людей и народ свой, не будешь губить больше слова Бога Всесибири, как он это сделает, сделает, скажем, то, что имеет в виду пророк, то, что Всевышний приведет к новому времени, когда, скажем, божественное присутствие раскроется на земле, и божественное присутствие раскроется на земле, и у людей не будет ни желания, прежде всего, желания не будет совершать преступление, уж точно не будет желания заниматься идулопогонством, точно не будет желания проливать кровь, потому что божественное присутствие будет ощущаться повсюду. Об этом говорит Ишаягу в 11 главе, Он говорит «Кем леа коле харыц кво гашем» ибо будет наполнено славой Всевышнего вся земля, то есть божественное присутствие будет ощущаться повсюду. И об этом говорит Исхарья и Искель будет говорить о тех главах, которые касаются храма. То есть идея заключается в том, чтобы раскрыть божественное присутствие. Ижаягу говорит такими словами «не будут вредить на всей святой горе моей», имеется в виду святой горе вся земля Израиля, не будут вредить, потому что земля полна славой Бога. Это единственный вариант жить и удержаться на этой земле, пока это не произошло. Всевышний обещает удержать на этой земле народ, не губить его, не изгонять его вновь, а вести его, как бы это не было трудно к этому моменту раскрытия божественного присутствия. Не наказывать народа, вести его к моменту раскрытия божественного присутствия. Без этого трудно себе представить жизнь на святой земле и какое-то исправление общества и высокую мораль и так далее, без того, чтобы очищение божественного присутствия стало явным на всей земле. Сделывая так, что не будешь больше поедать людей, народ свой, не будешь губить больше слова Бога Всесильного. Почему не будешь поедать людей, почему не будешь губить народ, потому что не будет желания совершать страшные преступления и божественное присутствие будет, как говорит пророк Амос, и полна будет знанием Бога вся земля, вся земля от моря и до моря. А полна знанием Бога вся земля от моря и до моря. Это, я думаю, что это тоже важно представлять, что как бы будущее, как бы точка, которой сходятся все параллельные, все параллельные прямые нашей истории, и она, эта точка, это раскрытие божественного присутствия. Туда все идет и к этому движется, и в этом как бы смысл существования человека, в том, чтобы разговаривать с Богом напрямую, и в этом задача еврейского народа раскрыть это божественное присутствие для всего мира. И, скажем, если раньше Всевышний предъявлял большие требования, и божественное присутствие не проявлялось со всей силой на земле Израиля, и поэтому в этом народе были грехи, не были грехи и новопоклонства, и убийства, и разврат, и так далее. Этого в будущем не будет. После, никогда пройдет какой-то период, после возвращения из-за знания Всевышний берет к этому. Как он ведет, можем с вами подумать, посмотреть это немножко дальше. А здесь дальше Всевышний напоминает о том, что то, что было, то, что было, то было. Народ не сумел жить на этой святой земле, так, чтобы дело не закончилось из-за знания. Вот он 17 стиха говорит, сын человека, дом Израиля живет на земле своей, можно сказать, жил на земле своей, и сделал он ее нечистой путями своими, поступками своими, как нечистота женщины в дни остранения ее от мужа была дорога их предо мной. этот образ довольно тяжелый, может быть, не совсем приятный женщина в период нечистоты, но то, что нужно сказать, что как нечистота проходит, здесь речь не идет о изгнании или об разрыве между мужем мужем, но я не знаю, значит, о каком-то периоде и так обычно такое сравнение обычно пророк говорит о таком сравнении об изгнании или таким сравнением или использует такое сравнение для того, чтобы писать изгнание. Изгнение я ярость свою на них за кровь эту, которую пролили они на землю и за то, что идолами своими оспернили ее. Это объяснение того, почему земля представляется пожирающими живущих на ней, потому что совершались на ней преступления на святой земле, там, где у Всевышнего особые требования к народу. И разбросали их среди народов, и были рассеяны они по странам, но по будям их судил я их. И пришли они к народам, с которым пришли они, и оскорнили они имя мое святое тем, что говорили о них народ Бога, это эти, и земли его вышли. Это еще раз, так же, как в второй главе, здесь говорит Ихискель о том, что пребывание народа Израиля за пределами земли Израиля, оно всегда является осквернением имени, потому что народы воспринимают так, что Бог народа Израиля не может защитить свой народ и по тем или иным причинам их земля оказывается захваченной, а они сами оказываются в изгнании. Это осквернение имени Всевышнего, как бы неверное представление о Боге, которые распространяются среди народа. Можно сказать, что осквернение имени происходит и тогда, когда сыновья Израиля живут в земле Израиля и правят цари-идолупоклонники, и в народе распространяется идолупоклонство, и падает в моральный уровень и так далее. Все это правильно, но есть, но опять же, можно сказать, что в народе всегда сохраняется ядро, и не только ядро, а большинство народа, оно остается всегда, в первом храме большинство народа всегда оставалось приверженным идее Торы, стремилось к праведности, и преступления, какие бы они ни были тяжелые, это иногда были преступления царей, иногда были преступления простых людей, но большинство, тем не менее, оставалось привержено идеям Торы. И вот, когда живет народ на своей земле, то что бы там ни было, народы мира, которые не вдаются в подробности, они не говорят так, что Бог не может удержать народ на своей земле. Эта фраза, это понятие не возникает. Об этом говорится в трактате Иерушаме, примерно об этом, о подобных моментах, говорится в трактате Иерушаме, в Экидушин, освящение имени превышает его осквернение. Это в земле Израиля, когда сыновья израиля, живут в земле Израиля, всегда имя Всевышнего среди народов оказывается освящено, даже несмотря на те преступления, которые совершаются в народе. Сейчас мы, может быть, перейдем к вопросам, только еще посмотрим несколько стихов, чтобы завершить тему. И пожалел я имя святое мое, которое осквернил дом Израиля среди народов, которым пришли они. Всевышний говорит, что нету заслугу народа, но я выведу для того, чтобы закончить эту историю, когда имя Всевышнего оскверняется, а значит никакого продвижения духовного истории не может быть. Духовное продвижение истории или, скажем, продвижение истории в духовном плане начинается, когда народ возвращается на свою землю, и все, как бы открыв рот, смотрят на это чудо возвращения народа. Тут уже никто не может сказать, что Бог бессилен, что его народ находится в изгнании. Поэтому скажи дом Израиля, так сказал Бог Всесильный, не ради вас делаю я дом Израиля, а ради имени святого моего, который осквернили вы среди народов, которые пришли вы много раз, повторяется, что пребывание сновей Израиля среди народов это осквернение имени Всевышнего. Я свечу я имя мое великое, оскверненное среди народов, которые осквернили вы среди них, и узнают народы, что я Бог, слово Бога Всесильного, когда освещу исламе на глазах у них. Мы знаем, что сознание народов, оно сильно изменилось после 1948 года образования государства, после шестидневной войны, то есть говорить о том, что Всевышний разорвал союз с народом Израиля, и вот теперь есть новый избранный народ, это христиане, это церковь, напрямую говорить об этом уже не получается, не выходит, поэтому рождаются самые разные теории у христиан, почему евреи вернулись, что дальше и что дальше будет. Вместе с этим возникает пересмотр основных принципов веры у христиан, и на это также влияет возвращение сыновей Израиля на землю, то есть осквернении имени прекращается, то есть никто не говорит, что вот они в изгнании, как если мы вспомним с вами Кузари, как он написал этот момент Иуда, любив к своей книге Кузари, он в самом начале, когда царь Кузари выбирает веру, то он спрашивает христианина, мусульманина, философа, их ответы его не удовлетворили, тогда он спрашивает, а есть ли кто-то здесь еще, ему говорят, ну, есть один народ, но само его забитое положение свидетельствует о том, что у него нету истины, и только когда царь настаивает, ему приводят раввину, раввина, то есть восприятие народов мира, что если народ рассеян по миру, если он не смог создать своей страны, если у него нету никакой силы, то это само по себе свидетельствует, что у него нету истины, что его Бог не истинный, да, и это все как бы вот разные аспекты и оттенки осквернения имени Всевышнего, вот и просто ну еще чуть-чуть тут новая тема, да, то есть как раз то, что мы говорили, Всевышний говорит, и вы плюсно на вас водоочищающие и очиститесь вы от всей нечистоты вашей и от всех идолов ваших очищу вас, да, прежде всего нужно заметить, прежде чем мы поговорим, что такое водоочищающие и так далее, нужно заметить, что очищение происходит в земле Израиля, оно не происходит за пределами земли Израиля, за пределами земли Израиля ничего нельзя исправить, нельзя достичь никакой духовной никакой духовной высоты для народа, не для отдельных личностей, которые могут куда-то подниматься в какие-то высочайшие сферы и там производить какие-то действия и так далее, вот для всего народа духовной высоты продвижения к цели невозможно добиться в невозможно добиться в изгнании. И поэтому как бы часто ты слышишь такие разговоры, что вот скажем, в Израиле есть опасность, что дети не будут там соблюдать Тору, поэтому мы не приедем в Израиль или как бы в общем, что вот еще Машир не пришел и что правительство нелегиозное и так далее, что угодно можно услышать, идея пророков такая, что сначала собираются, потом очищаются, сначала возвращаются в землю, возвращаются ко Всевышнему, как мы говорили для пророка скорее возвращение в землю, возвращение ко Всевышнему это одно и то же, вернитесь ко мне и я вернусь к вам, говорит Всевышний, вернитесь ко мне избавили в земле Израиля, вернитесь ко мне Я тогда вернусь к вам. Возвращение в землю, возвращение ко Всевышнему – это одно и то же. Нет никакого возвращения ко Всевышнему за пределами земли Израиля. Если даже кажется, что там есть возвращение ко Всевышнему, то пророк Еремия, который отличается таким очень ироническим складом, он говорит так. Это четвертый начало четвертой главы Еремия. Если будете возвращаться сновья Израиля, ко мне возвращайтесь. Потому что если вы будете завернуться к Богу где-то в Галуте, не возвращаясь в землю Израиля, то вы вернетесь к кому-то другому. Не ко Всевышнему. Это ирония Еремия. Если будете возвращаться сновья Израиля, ко мне возвращайтесь. Все это, все, что вы будете делать в Галуте – это не возвращение к Богу. В лучшем случае, в лучшем случае – это возвращение к кому-то другому. Другим идеям, другой морали, другой ментальности. Совсем не то, что хотел бы от вас Всевышний. И здесь Всевышний говорит, когда вы вернетесь, выглядит на вас водоочищающий. Что такое водоочищающий? Есть много споров среди наших мудрецов. Раф Кашер написал целую книгу, которая называется «Куфагдула». Может быть, мы с вами ее упоминали. Уже великий период. И там он разбирает, что такое водоочищающий. Он говорит о водах очищающих как о шестидневной войне. Что это водоочищающий. В каком смысле мы можем с вами поговорить. Как еще можно представить водоочищающий? Тоже можем с вами поговорить. Но давайте мы как бы зафиксируем здесь такую общую идею, что цель возвращения в землю Израиля – это раскрытие божественного присутствия. И в конечном итоге, так или иначе, это само по себе раскрытие божественного присутствия. Оно и есть очищающим моментом, очищающий водою – это раскрытие божественного присутствия так или иначе. Через те или иные моменты. Без этого исправить что-либо трудно. Но для того, чтобы раскрыть божественное присутствие, народ должен собраться сначала в землю Израиля. Всевышний как бы понимает, что собираются все с проблемами, недостатками и с непониманием и общей цели, и общих задач. И многое-многое препятствует духовному удушению. Поэтому он как бы говорит о том, что земля больше не выгодит вас. Будем здесь работать, будем здесь сражаться. И это один момент. Второй момент, который хочется здесь подчеркнуть сразу, что выплесну на вас водоочищающий. Как всегда, такие пророчества говорят, не лишают человека свободы выбора. Воды очищающие действуют только на тех, кто хочет очиститься. Я специально вам выписал здесь фразу из Гемары, из трактата Шаббат. Каждый, кто хочет очиститься, помогают ему. Там дальше есть продолжение. А каждый, кто хочет загрязниться, открывают перед ним дверь. Тому, кто хочет очиститься, помогают. А тому, кто хочет загрязниться, ему не мешают. В любом случае, ни одно из таких пророчеств, которое говорит, я очищу вас, я соберу вас, я приведу вас, оно не работает без того, чтобы у сновей Израиля не проснулось желание. И эти пророчества исполняются только для тех, у кого просыпается желание. Если речь о возвращении в землю Израиля, то вернуться в землю Израиля. Если о духовном очищении, то у тех, у кого пробуждается стремление к высокой духовности. Здесь я остановлюсь. Изо всех сил старался объяснить коротко, и чтобы не было вам скучно. Но просто понятия и темы очень тяжелые. Поэтому, надеюсь, что не запутаю вас. Если есть какие-то вопросы, я готов стараться ответить. Можно? Конечно, можно. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Равзаев. Скажите, пожалуйста, вот сам Ескель наверняка воспринимал это как пророчество, относящееся к возвращению из вавилонского изгнания. А имеем ли мы право так автоматически переносить на теперешнее возвращение? Ну, во-первых, можно сказать, что, скажем, это наш спор с христианами. Было бы с кем спорить. Понятно, что приходят, берут нашу традицию, и начинают выдумывать неизвестно что, подгоняя под свои нужды. Христиане утверждают, что все пророчества, которые есть, они относятся к возвращению из вавилона, и в них нет ни слова о возвращении из последнего изгнания. Ну, понятно, здесь есть христианская адженна, которые хотят сказать, что еврейский народ сыграл свою роль, и он уже как бы, и он вернется к своей ведущей роли в этом мире. Вот после разрушения второго храма они дали миру все, что они могли дать, это христианство, и теперь вот христианство будет ведущей силой. Это как бы такая адженда, такая цель у христианских теологов, пилотов и так далее. Мы, как всегда, мы опираемся на традицию, и мы видим, как это видели мудрецы. Трудно сказать, как Ехискель видел это сам. Понятно, что в словах заложено несколько пластов смысла. Все ли пласты видит пророк, который изрекает пророчество, трудно сказать. Но можно сказать, что у пророка были ученики. И если бы, скажем, он объяснял им смысл пророчества, и поэтому у нас есть определенное понимание этого текста, и, скажем, линия, концепция некоторого понимания этого текста, потому что у пророков были ученики. И учение пророков, оно перешло к мудрецам. Если говорить о мудрецах Талмуде, о Талмуде Талмуде в основном занимается тем смыслом пророчеств, который относится к нашему времени. Если взять, скажем, трактат Брахот, то, что мы, отрывок из трактата Брахот, который мы читаем в Песах, то там приводятся слова, то мудрецы там на основе слов Еремияву, который говорит, соберу вас из всех земель, они говорят, что будущее возвращение будет более чудесным, чем исход из Египта. Имеет в виду собирание всех стран, о котором говорит Еремияву. Все можно оспорить, безусловно, если Еремияву сказано, что соберу вас из всех стран, куда рассеял вас. Можно сказать, что сыновья Израиля и после разрушения первого храма, и после разрушения второго храма были рассеяны по окружающим землям, не все оказались в Тубилоне. И можно говорить, что и собирание из разных стран, это тоже после разрушения первого храма. Все можно утверждать. У нас есть традиция, у нас есть взгляд на вещи, у нас есть огромная литература. И если говорить о Тауде, то мы с вами видели Ира Абиава, который говорит о признаке окончания изгнания. Мы видим с вами проход, где мудрецы говорят, что возвращение из будущего изгнания будет более чудесным, чем исход из павелона, и так далее, и так далее. Бесконечное число источников. Это наш взгляд как бы на вещи, который идет к тем или иному путем, не всегда известным нам, но он приходит от самих пророков, которые получили эти пророчества. Скажем, это то, что можно сказать. Спасибо большое. Что-то еще хочется спросить. Я в каком смысле рад, что все, что нет вопросов. Значит, все очень понятно, хорошо и ясно, непрозрачно. И я планирую, как бы думая по дальнейшим нашим движениям по пророкам, я хотел в следующую взять книгу Ишаягу. К сожалению, мы не сделали к ней комментарии, и я уже не вижу того времени, которое могло бы позволить сделать комментарии к книге Ишаягу, но там есть очень много, скажем, для меня есть по-своему проработанных кусков. Я вот хотел бы взять их посмотреть с вами в дальнейшем. И там совершенно как бы очевидно, вот картины, которые он рисует, ну уж по крайней мере трудно возражать, что они относятся к возвращению в землю Израиля в наше время. Ладно, хорошо. Если что-то хочется, давай спросить, пожалуйста. Если нет, то я тогда пожелаю всем успехов, здоровья, чтобы всех хранил Всевышний, и надеюсь встретиться с вами через неделю. Спасибо, Равзиев. Амэн. Огромное спасибо за уроки. Спасибо. 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 Всему доброму. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok